Всем привет! Сегодня будет обзор из магазина Фикс Прайс, город Новосибирск. Приятного вам просмотра! Очень красивая, декоративная здесь тарелочка. Стоит она 149 рублей. Выполнена по форме, немножко напоминает яйцо. Все эти тарелочки разные, самые разнообразные. Здесь побольше такого сусального золота. Давайте посмотрим здесь, что у нас творится. Она более беленькая, здесь у нас меньше эффекта мрамора. Следующая, тут тоже такая интересная. Каждая тарелочка со своим характером. Конечно же, все аккуратно я сложу обратно. Цена хорошая за такие тарелочки. 299 рублей. Тут у нас интересная декоративная штучка. Идет с крючками и чем-то мне напоминает то ли домик, то ли балкончик. Эта коллекция, мне кажется, уже была, но быстро разобрали. Есть цвета дерева, металла. Цена хорошая и сразу удобно, что есть крепеж в наборе. Подносик сервировочный, размер его 30 на 20 сантиметров. Сделан из бамбука и стоит 199 рублей. Думаю, можно использовать не только в пищевых целях, но и, допустим, положить в коридор. И будет отличная подставка. Здесь еще в наличии интересный товар. Это новая полочка кухонная, она подвесная, очень интересная. Размеры 39 на 18 сантиметров. Все крепежи в комплекте, что очень удобно. И в наличии только в белом цвете. Мне кажется, могли бы сделать и не только белый, но, например, и черненький, чтобы был выбор. 199 рублей полка. Это у нас полка для различных бутылок. На картинке у нас здесь изображено вино. Насколько я знаю, это не новая коллекция, а вновь завезли такие вот хорошие товары. Видимо, пользуются спросом. 83 рубля стаканы. Здесь 410 миллилитров. И смотрите, какая красота. Вся переливается перламутром, сделана из стекла. Что очень удобно, можно делать стакан в стакан. И хорошо все держится. Губки хозяйственные 59 рублей. Здесь 2 штучки. Кто не любит яркое, такой вот большой спонжик. И можно мыть посуду. Кто брал, пишите. Теперь отправимся по другому адресу. Здесь тоже новинки. Это у нас подставка под столовые приборы, точнее под тарелочки. Здесь у меня курточка лежит, поэтому все сложим аккуратненько и посмотрим. Сушилка, да, написано для посуды. Это у нас для тарелок, соответственно. К сожалению, ценничка я не нашла. Опять новинка и опять без ценника. Все вот такое вот у нас бесценное. Наверное, надо брать бесплатно. Тяжелая корзинка, диаметр ее 25 сантиметров. В наличии она только в белом цвете, но она, мне кажется, не сильно красивая. Угловатая немножко. Возможно, кому-то кажется наоборот. Все мы разные, все мы разнообразные. Контейнер для яиц. Вот эта, мне кажется, штучка очень полезная. Размер ее 32 на 11 сантиметров. Очень классные легкие корзинки привезли. Здесь самые разнообразные формы и картинки. Сделаны из пластика. Первая у нас. Внизу у нас цветочки. Разнообразные, цветные. Есть черно-белые. Но мне они не очень понравились. Мне кажется, можно было что-то придумать интереснее. А вот корзинки овальной формы мне понравились больше. Смотрите, какие птички. Очень они мне понравились. Но я заметила, есть не только птички, но и классные. Вот такие вот оленята. Вот это супер находка, мне кажется. Можно складывать туда и хлеб, и различные еще мелочи. Такая вот многофункциональная вещь. Еще новинка. Это у нас миски, сделанные из пластика. Здесь есть значок пищевого пластика. Есть серые, зелененькие. И они идут с необычной крышкой. Видимо, для пальчика, чтобы открывать удобнее и быстрее. Что только не придумает. Очень красивый, стильный чайник. Сделан он из боросиликатного стекла. И стоит всего лишь 299 рублей. Отличная цена. По моему мнению, здесь 800 миллилитров. Наличия очень много. Еще новинка. Это у нас молоточек для мяса, насколько я поняла. Такой вот тяжеленький, мне кажется, добротный. Со всех сторон показываю. К сожалению, ценничка нет. Еще не вывесили. Но, думаю, в пределах 100 рублей. Сделан он из нержавеющей стали. Что еще из кухонного отдела? Это у нас вот такие вот, мне кажется, лопаточки, как правильно сказать. Шпатель-скребок кондитерский. Насколько я понимаю, это для всяких пирогов, различных пироженок. Очень вкусненьких. Ценника тоже нет. И на венчик тоже отсутствует ценник. Тоже новая коллекция. Длина его 29,5 см. Сделан он из нержавеющей стали. Выше заметила. Очень милые маленькие баночки. 50 рублей. И здесь 300 мл. Сверху у нас пробка и стекло. Можно сложить много всяких интересных мелочей. Еще в кухонном отделе за 124 рубля нашла классные такие вот бутылочки. Легкие. Сделаны из пластика. Выглядит, как будто это стекло. С собой летом брать, мне кажется, милое дело. Красивые такие вот желтенькие. Есть розовые. В общем, хороший выбор. Розовенькая осталась. А нет, их две штучки. А даже три. Третья упала. Давайте поправим еще и другую бутылочку. Что все лежало аккуратно. И помочь продавцам, чтобы меньше было хлопот. Еще рубрика. Давайте поможем сотрудникам фикс прайса. И сложим все аккуратно. За 149 рублей красивый букетик. Здесь все неаккуратно сложили. Вероятно, что-то смотрели, не знаю, или искали клад. Давайте поможем. И все аккуратненько сложим. Ну вот. Такая вот красота получилась. Все прибрано. Есть еще и лаванда. Смотрите, какой насыщенный такой фиолетовый цвет. Давайте покажу одну веточку, как она выглядит. Не сильно она пушистая, но в принципе неплохая. К сожалению, ценечка именно на этот букет я не нашла. Что еще интересное. Тут у нас светильник. Называется цветок. 175 рублей. Думаю, отлично будет детка. Такой вот красивый, нежный. Особенно, конечно, это для девочек будет актуально. Рядом заметил еще и будильник. 249 рублей. Здесь он идет на батарейках. И батарейки не входят в комплект. Надо обращать на это внимание тоже. Есть еще вот такие вот интересные будильнички. Белый, черный. Заметила их и внизу. Давайте посмотрим поближе. Здесь также батарейки нужны. Точнее, одна батарейка. И в комплект она не входит. За 299 рублей есть еще светильники. Сделаны из пластика. Самые разнообразные расцветки. Такой вот красивый лавандовый. На ощупь немножко, мне кажется, хлипковато. Ну что мы хотим за 300 рублей все же. В принципе, такого и качества. И получаю 249 рублей удлинитель. Это у нас бренд Эра. Удлинитель идет на 3 метра. Насколько я знаю, это российский бренд. Различные светильники, ночнички. Такой вот грибочек домик. Миленький. Мне понравился. Есть еще бабочки. В общем, такая детская тематика. Рядом еще заметила. Такой вот за 174 рубля мини штатив. Если вы хотите быть блогером, думаю, это отличный вариант, чтобы начать. Почему бы и нет, возможно, вам понравится. Давайте немножко пройдемся по магазину Ашану. Нашла классные такие стильные баночки за 249 рублей. Сделаны они из жести. Здесь 1,1 литр. Написано овсянка и бисквиты. Думаю, это скорее всего печеньки больше. Сложить различные овсяные печеньки и просто овсянку. 89 рублей. Разделочная доска. И мне кажется, больше она выглядит как декоративная. Сделана из фанеры. Хорошая, кстати, скидка на нее идет. Что здесь еще интересное? Здесь очень большой ассортимент. Давайте поближе все посмотрим. Разделочная доска стоит 89 рублей. Хорошая цена, полупрозрачная. Такая вот синенькая. Есть еще и красный вариант. Можно брать несколько. Допустим, использовать красную только для мяса. А зеленую, например, для рыбы или для зелени. В общем, как ваша фантазия работает. 598 рублей. Это наборчик уже разделочных досок. Здесь три штучки. Идет с подставкой. Немножко, по моему мнению, дороговато. Это у нас подставки под ножи. 349 рублей. Идет сейчас по скидке. Такая вот штучка интересная. Серый и бежевый. Хороший ассортимент. Понравились ножи по дизайну. Мой любимый серый цвет. Такой вот маленький. Приятный на ощупь нож. 215 рублей. Отличная цена. По скидке большой. За 300 рублей. Разделочная доска сделана из бамбука. Это, по моему мнению, все же медвежонок. Форма медведя. 219 рублей. Тоже разделочная доска. Но больше, мне кажется, как декоративная. В 89 написано почетный дегустатор. В общем, ассортимент широкий. Немножко давайте по растениям пройдемся. И теме сада и огорода. 484 рубля. Грабли веерные. Металлические. Так они выглядят. Следующие у нас различные еще. Культиваторы. 1300 рублей. Выглядит вполне добротно. И огромное количество, конечно, растений. 500 рублей по скидке. Тут у нас алыча. Очень длинная, высокая. Мне кажется, уже практически готова давать плоды. Груша есть в наличии. Яблоня. 400 рублей. Все идет по скидке. И везде зеленые листики. Очень длинная. Есть еще в наличии ежевика. И она также идет по скидке. Давайте поближе покажу. 349 рублей. Цена неплохая. Но в светофоре, мне кажется, я видела подешевле. Что здесь еще интересное? Еще какие-то растения. Езильник. Если я правильно произношу. 149 рублей. Цена хорошая. Здесь у нас уже вовсю зеленые листики. За 349, 499. Много различных ценников. И много различных растений. Все зелененькое. Все цветет. Малинка даже есть в наличии. Боярышник. Есть еще и липа. Здесь 249, 349 рублей. Такие вот ценники. Здесь у нас еще интересные растения. Я даже не все знаю. Сначала подумаю, это черная смородина. Но все же нет. Это какая-то арония черноплодная. В наличии даже есть грецкий орех. Но он без листиков. За 249 рублей есть еще и акация. В общем, очень хороший выбор. Во всем покажу. Со всех сторон. 340 рублей. Давайте посмотрим по стоимости. Какая есть. Грунтовая тематика. За 300 рублей грунт для томатов и перцев. Здесь еще маленькие мешочки. 149 рублей. Это для цветочков. Поменьше 89 рублей. И заметила различные тут у нас варианты для огорода. Обувь. 699 рублей. Такие вот красные черевички. Как для красной шапочки. Серые, синие, зеленые. Также есть и вот такие вот маленькие сапожки. 1300 рублей. Разные цвета. Синие, черные. В общем, хороший выбор. Есть еще и для деток. 449 рублей. Хотела еще у вас спросить, интересно ли вам еще обзоры из магазина Ашан. Будет интересно почитать. Надо ли снимать еще. А так здесь ассортимент очень хороший. Гулять, догулять и все показывать. Есть еще и дешевый грунт. За 32 рубля 20 рублей. Это бренд Ашан. 278 рублей. Баночки и жести. Здесь у нас картинка, как будто кофемашина. Что только они придумают, мне кажется. Классные вариации. Как раз у них можно хранить и кофе, и чай. Здесь 0,9 миллилитров. 140 рублей подставка. Сделана из стекла. И размер ее 15 на 15 сантиметров. Есть разные картинки кофе. Также очень красивый насыщенный перчик. Мне понравился. И, конечно же, как же без гамбургера. Аккуратненько достанем. Вот такая вот красивая насыщенная картинка. Мне они очень понравились. В общем, в Ашане огромное количество посуды. Давайте все смотреть, рассматривать. Первое, что мы видим, 290 рублей. Это кружечки. Очень обычные формы. Необычные расцветки. Все в ней необычно. Мне они понравились. Такой вот горчичный цвет. Из этой же коллекции за 465 рублей. Тарелочки. Очень интересные. Рифленые. Посуда довольно-таки тяжелая. Если честно, это не очень люблю. И поглубже стоит 422 рубля. Примерно одинаковая цена. Это, мне кажется, больше как салатник. Вот такие вот все тарелочки есть. И в разных расцветках. Более такая темная посуда. Темную я не очень люблю. 139 рублей кружка в виде сердечка. И написано «Моя любовь». В общем, думаю, отлично будет для подарка. Аккуратно сложим обратно. Здесь еще огромное количество посуды с цветочками. И вся она идет по скидке. Красивые, шикарные, на мой взгляд, пионы. Они уже расцвели и пахнут. Рядом есть еще и другие пионы. За 109 рублей маленькая десертная тарелочка. Тут у нас расцвел один цветочек, а другой все еще созревает. Есть еще и суповая. Можно собрать такой вот некий сервиз. За 200 рублей очень большая тарелка. Можно использовать для пиццы. 159 рублей. Хорошая скидка. Раньше почти 500 рублей. Все же есть хорошие цены и в Ашане. 327 рублей. Маленькая тарелочка. Мне кажется, деткам понравится. Это, мне кажется, панда. 299 рублей. Кто любит кошек черных, пишите в комментариях. И будет интересно почитать, верите ли вы в приметы. Например, когда перебегает кошка черная. Плюетесь вы или нет. Будет интересно почитать в комментариях. Классная еще посуда за 400 рублей. Мне кажется, я что-то видела похожее в магазине. Светофор. Такая вот интересная, желтенькая. Тут у нас орнаменты различные. Что только не придумает, лишь бы давали деньги. Здесь у нас тоже в пределах 400 рублей. За 700 рублей огромный салатник. За 500 рублей практически. Такая вот большая тарелочка. В общем, выбор велик. Нашла еще стенд. Здесь тоже очень много интересных товаров. Давайте все смотреть. 89 рублей. Это у нас для любимой мамули. Вот такой вот миленький. Лисенок обнимает. За 100 рублей для папы. Тоже будет, мне кажется, отличным подарком. Футбольный мяч 79 рублей. Отличная цена. Мальчикам и взрослым, и маленьким. Мне кажется, будет отлично. Все любят футбол. За 209 рублей. Тут у нас подставка. Такая вот некая. Сделана из фетра. Зеленая. Серенькая. Кто-таки любит, пишите в комментариях. За 89 рублей опять у нас символический такой вот подарок. Здесь есть и прозрачные просто и стеклокружечки. 159 рублей. Тут у нас различные надписи, что желают всего хорошего. В общем, отличный вариант на подарок. 159 рублей для дедушки. Я своих дедушек никогда не видела вживую, к сожалению. За 9 рублей свечи для торта. Вот такие вот с Новым Годом, с дракошкой. Думаю, через 12 лет можно сэкономить и купить сейчас. Красивая вазочка. Беленькая. 900 рублей, конечно, дороговато, но смотрится она очень интересно. Можно подождать и скидок. Тут у нас опять кружечки для пап. Буквально чуть-чуть осталось. 50 рублей. И именные кружки. 159 рублей. Валерий, Валерий. В общем, Валер очень много в этом мире. Никита и Илья тоже присутствуют. Еще кружки. Тут у нас уже более нежные за 210 рублей с сердечками. И еще подарочный вариант за 329 рублей. Лучшая маме. Что так и не придумает. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего настроения. Спасибо, что посмотрели мое видео до конца. Всем пока.